Общественная палата Ленинского района в нынешнем ее составе была сформирована менее года назад. Но за это время уже успела взять под свой контроль большое количество жалоб и просьб от населения. В минувший вторник представители палаты собрались на очередном заседании для обсуждения проделанной работы и подведения итогов года. На повестке дня стояло четыре основных вопроса, рассказывает Юлия Пагасьян. В начале пятого планерного заседания общественной палаты выступил Лев Харланов. Он рассказал о тех вопросах, над решением которых работает общественный орган. Сейчас остро стоит проблема нарушения графиков маршрута автобусов из-за припаркованных машин и несвоевременной уборки снега в зимний период. Также докладчик отметил, что недостаточно только реагировать и отвечать на жалобы населения. Необходимо сотрудничать с депутатами и следить за выполнением заявок жителей. На следующую встречу было принято решение пригласить начальника Видновского ПТП и исполняющего обязанности главы городского поселения Александра Ускова. Еще одним важным вопросом заседания стала проблема вырубки лесов в районе. В последнее время такие случаи участились. На этот раз общественность подняла на обсуждение факт уничтожения деревьев в ходе реконструкции Расторгуевского парка. Расторгуевская часть, парк, весь перепахан. Сейчас деревья вырублены. Причем существует два дендроплана, который был один в седьмой месяц. Второй появился уже в сентябре с красными пометками о вырубке. Причем вырубки ближе к пруду. Так что такое все-таки общественная палата и какие функции она должна выполнять? К сожалению, не все общественники их четко понимают и порой превышают свои должностные обязанности. Об этом говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к представителям общественных палат муниципальных образований. На этой встрече побывала и делегация от Ленинского района. Общественная палата создана не для того, чтобы увольнять чиновников, а для того, чтобы взаимодействовать с ними, для того, чтобы взаимодействовать с людьми, с общественностью и вместе конструктивно решать эти вопросы и проблемы. То есть это не оппозиция. И он это четко подчеркнул. Следующее заседание районной общественной палаты состоится в конце января. Тогда можно будет говорить о результативности ее деятельности и подвести итоги выполненной работы за год существования нынешнего состава палаты. Планируется пригласить на заседание главу района, чтобы он лично оценил качество труда общественников.